И всем привет, ребят! С вами Мастер Баник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас на обзоре пушка Twins, которая претерпела очень неплохие изменения. Сегодня мы рассмотрим в этом видеоролике сразу несколько устройств. Покатаем на интересных устройствах, но перед тем, как мы как раз-таки приступим к их обзору, я хотел бы сегодня сразу же зайти в обновления, в которых видно четкие изменения этого замечательного устройства, а самой пушки. Сегодня мы сыграем на таких устройствах, как Испепилятор, Креатрон, ну и затем добавим еще дефолтного магнетрончика, который я относительно недавно записывал, но на сегодняшний день он также претерпел определенные изменения. Поджог с Крита теперь на Twins наносится на 4 секунды вместо 5, но зато больше не замедляется скорость шариков и не снижается критический урон. На Twins это было очень сильно с поджогом, именно заметно, что как раз-таки скорость снарядов была понижена. Насчет Критов я, честно, особо сильно ничего не замечал, но знаю, что скорость снарядов и дальность была супер слабая для этого устройства. Креатрон теперь наносит статус-эффект заморозки на 10 секунд вместо 5, при этом не увеличивает дальность минимального поражения. Там скорость снарядов была намного интереснее и смотрелось круто. Что касаемо Магнетрона, то здесь Эми теперь накладывается всего лишь на 1 секунду, но при этом не снижается критический урон и не повышается дальность минимального поражения. То есть мы будем видеть обычный стандартный дефолтный Twins с непониженным критическим уроном и с возможностью на постоянной основе наносить как раз-таки Эми статус-эффект на противника. Расскажу также, почему именно эти три устройства мы сегодня тестируем. По сути, у меня нету на сегодняшний день ни оглушения, ни пробития, что одно, что второе устройство до сих пор у меня не выбито. Возможно, в ближайшее время я их выбью. Ну и почему мы сегодня не будем тестировать подавление, по сути, с ним ничего не изменилось, и его относительно недавно я как раз-таки обозревал. А вот эти вот три замечательные устройства и претерпели хорошие изменения. И плюс я вчера, кто смотрел стрим, рассматривал все эти устройства и для себя понял, что это довольно интересная тема для как раз-таки видеоролика. Поэтому скатаем на всех трех. Расскажу принципы и актуальность использования этих устройств. Ну и постараюсь показать хороший результат. С этим твинцом мы используем паладина, потому что, на мой взгляд, это лучший корпус для реализации как раз-таки устройств, которые наносят дополнительный статус-эффект. Паладин наносит пробитие оппоненту, а эти устройства добавляют еще какой-то определенный статус-эффект. Либо это эми, либо это заморозка, либо это поджог. Поэтому я считаю, что это супер актуально. Ну и по дрону, конечно же, мы используем гипериона. На мой взгляд, это лучший дрон на сегодняшний день для этого корпуса. Даже ловкач никакой абсолютно не нужен. Вы просто живете и наносите колоссально большое количество урона. Если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком. Для меня это лишь дополнительная мотивация и интерес записывать их, записывать больше обзоров. Ну и в комментариях хотелось бы от вас услышать тоже какие-то, возможно, интересные сочетания, которые вы бы хотели увидеть в ближайшее время. Ну, либо же отпишите, что вы думаете по поводу этих устройств на Твинца и что вы вообще видите после обновления, как они себя показывают. Давайте мы все-таки пикнем определенный режим. Я думал, что по быстрому бою нам запикает в хорошую карту, но, по сути, ничего такого хорошего я не увидел. Поэтому давайте пикнем как раз-таки определенный режимчик. Если получится, то раскатаем все это дело за, получается, две катки. Ну, наверное, у нас должно получаться. Желательно, конечно, чтобы были досрочки, чтобы мы супер много времени на все это дело не потеряли, потому что я могу довольно быстро, вкратце рассказать все, что я думаю по поводу этих устройств. И самое главное, что Твинца в матчмейкинге на сегодняшний день крайне-крайне мало резистов, поэтому эта пушка в этом плане тоже смотрится очень хорошо. Ну и сама пушка мне лично нравится. Начинаем мы с поджога. Поджог наносится на 4 секунды вместо 5. По сути, на постоянной основе это чувствуется и это видно. Это возможность как раз-таки более быстрого уничтожения противника. Очень эффективно использовать это устройство, если у противника есть большое количество иммунитетов от ЭМИ. Например, вот в этом бою есть 2 иммуночки от ЭМИ. Есть, конечно же, иммунки и от поджога. Но в этом плане мы просто рассматриваем устройство. То есть я уже потом акцентирую внимание на том, что лучше использовать. Мы просто делаем полноценный обзорчик. Но понятное дело, что если бы, например, я запикался бы в бой и увидел, что там защита есть от поджога и есть иммунка от поджога, то я бы уже здесь тоже задумался о том, стоит ли мне использовать твинт с поджогом. Но здесь мы как бы просто обозреваем все это дело. Поэтому с точки зрения наноса урона и ДПМа в целом, твинт с поджогом стал только круче. Я лично очень сильно негодовал, почему это устройство так сильно не находится в мете и почему на нем выстрелы летят намного медленнее. Почему вообще сделан на это акцент. И для чего сделан на это акцент, что самое главное. И после того, как сейчас вышло это обновление, я для себя понимаю, что вот такое вот, ну кажется, простое устройство, но оно супер актуально будет в матчмейкинге при любом раскладе, когда у противника появляется большое количество иммунитетов от Эми. Да, то есть я для себя понимаю, что если я хочу наносить хорошее количество урона, то я могу спокойнейшим образом теперь брать твинца как раз таки с поджогом. Но, если такая проблема в том, что если и иммунитетов от как раз таки Эми много, то и иммунитетов от поджога в матчмейкинге до сих пор тоже все равно много. И поэтому здесь уже нужно смотреть, да, от чего есть иммунитеты у противника, от чего нет иммунитетов от противника, и от этого уже отталкиваться и брать какое-то определенное устройство. Например, сейчас в этом бою у нас есть только два устройства ТЭми. Я точно в этом бою переоденусь именно на это устройство, потому что заморозочку мне бы хотелось бы реализовать в каком-нибудь захвате флага либо в штурме за атаку. Все-таки заморозка это, ну, прям супер актуальная вещь, как раз таки если у вас есть возможность дополнительного... Ой-ой-ой, овердрайв она разыгрывается сильно, ладно, не будем в него пушить. Если у вас есть как раз таки возможность отыгрывать под увозы и наносить статус эффекты заморозки в тех ситуациях, когда вам нужно просто укатить от противника. Да, то есть вы замораживаете, вы замедляете противника тем самым, плюс он не наносит дополнительно большое количество урона за счет того, что вы за счет заморозки отключаете ему возможность прожатия ДДшки. Да, то есть он уже будет без ДД. То есть это супер эффективно работает, если вы там где-то под заходик даете, накидываете заморозочку и быстро улетаете. При том, что я когда вчера тестировал это устройство на заморозку, я просто нереально офигел от того, насколько реально сильно наносится этот статус эффект. Да, то есть там, ну, прям очень сильно заметно, что там прям плотная, знаете, заморозочка. Вот крит только вылетает и прям танк сразу хуп и намертво становится. Я такой, нифига себе, вот это жестко прям. Да, поэтому я этому устройству тоже очень рад. Ну и оно больше, наверное, знаете, такое бесячее. То есть против него прям тяжело будет в моменте играть. И возможно будет где-то даже заставлять противника брать иммунитеты. Ну, либо же просто прожимать аптечки, чтобы снимать статус эффект. Но если вы там потом дальше так же грамотно будете отыгрывать, то по сути вы и это можете контролировать спокойнейшим образом. Что касаемо данного боя, то у нас уже двадцатка киллов на паладин от Винсия. Я не сказал бы, что я прям супер сильно сконцентрирован на игре. Вы видите, что я пытаюсь больше что-то придумать, рассказать. Поэтому пока что мы по катке плывем по течению. Да, может быть чуть попозже еще возьмем резисты какие-то более актуальные. Но все-таки это ЦП, здесь самое главное это концовочка. Поэтому особо сильно сейчас на все это дело акцентировать не будем. Внимание. Просто играем, просто шпилим, пытаемся больше урона надамажить. Ну и раскрыть как можно больше это устройство. Также попутно посматриваем за иммунитетами, которые берут противники. Ну и фиксируем то, что пожог как раз таки по ДПМчику дополнительно помогает нам более быстро уничтожать противника. Это супер круто. Но поджога иммунитетов уже нету. Есть только у нас получается 2 защиты от поджога. Ну и паладинчик вообще шикарный. Я не знаю, но это прямо лучший корпус для реализации Твинса. Гиперион тоже я считаю, что это лучший дрон для реализации этого Твинса. И в сумме мы получаем просто супер крутое сочетание, которое может себя очень круто показывать, реализовывать и нагибулить. Вот так вот просто наносите пробитие, плюс летите с крита, наносите еще дополнительно статус эффект поджога. И на всем протяжении времени, пока вы дамажите противника, у него 2 статус эффекта. Быстрый нанос развал урона и быстрое уничтожение. Что вам еще нужно? По сути, все реализуется супер круто. Да, понятное дело, что если... Ну ладно, давайте чуть попозже. Я по рейтингу потом пройдусь. Определенному этих всех устройств. На мой взгляд, из тех устройств, которые мы сегодня именно протестируем. Я сделаю рейтинг их и расставлю их по позициям по нагибу. То есть, по моему мнению, какое из устройств нагибает лучше всего, какое менее всего. Если мы рассматриваем их просто в целом. Так, у нас 7,5 минут до конца. Я 30-ку киллов свою уже дал. Вы видите, что уже противник даже взял резисты от Твинса. Целых 3 штуки уже появляется. При том, что я запикился в катку, был только один. Ну и сейчас мы возьмем Эмми. Я, честно, на Эмми еще ни разу не играл. Вчера я тестировал как раз-таки только устройства, которые у нас были обновлены более сильно. И которые я не особо сильно понимал, как работают. Да, после обновления. Ну и теперь возьмем Эмми и посмотрим, что будет с ним. Будет ли там больше твинсов с Критом. И насколько вообще эффективно он себя покажет. Иммунитетов у нас есть раз. У нас есть два. Два иммунитета всего лишь от Эмми. Это очень мало. Поэтому, по сути, мы должны хорошую реализацию как раз-таки показывать. Главное, не попадать на тех противников, которые как раз-таки с этим статус-эффектом имеются. Ну а так, если наносить урончик с Эмми, да, по противничку, то это супер круто смотрится с точки зрения того, что ты на постоянной основе сбиваешь расходку противнику. На постоянной основе. У него не будет возможности прожимать эту расходку. Потому что, если он ее прожмет, через буквально секунду после того, как он нажимает, ему опять она сбивается за счет как раз-таки критического попадания. И он, по сути, на постоянной основе будет просто без расходки. Да, вот, например, как сейчас, да, вы видели, что он прожал опять ДАшку, опять аптечку. Если бы я не умер, то буквально через еще одну секунду у меня бы вылетел бы второй Крит, и я бы опять бы оставил его без расходки. То есть это тоже максимально тролльное устройство, которое тоже вынуждает противника на негатив, агрессию, нервы. И все в этом духе. Ну, а с точки зрения вашей реализации, это, конечно, суперкрутая пушка под троллинг, под уничтожение, под нагиб, под развал оппонента. 36 на 14 мы идем. 5,5 минут до конца. По катке мы пока что выигрываем. Это очень тоже неплохо. У меня есть овердрайв. Попробуем сейчас его тоже реализовать. Под этот овердрайвик попробуем влететь. Вражеский викинг обжимает свой овердрайв. Я видел. Отлично, как он обжимал его. Так, ну и мы стараемся просто на киллы сыграть. Где-то даже чуть может быть более агрессивно сыграть. Ой, аптечку-то зря я нажал. Можно было аптечку попозже нажимать. А не так рано. Ну ладно. В целом все равно под статус эффекты отлично можно навалить. Поэтому, ну паладин от Винс, ну просто, ну сказочка, ну супер сочно. 870 очков у нас уже есть. При том, что противник довольно неплохой. Да, я бы не сказал, что нам тут пул криповиков накидало против. Есть и неплохие ребята. Но Эмми, конечно, ну вот видите, вот, например, вот такая ситуация. Да, то есть я сбиваю расходку. Противник опять прожимает расходку. И опять через буквально там секунду-две он опять остается без расходки. То есть вы опять ему эту расходочку сбиваете. Вот так вот эффективно все это дело можно реализовывать на постоянной основе. Супер круто. Супер бомбически. Просто Эмми стала еще лучше, еще кайфовее, еще более актуальнее, как по мне. Мне лично это обновление с Винсом в целом очень сильно зашло. И я рад, что такие обновления происходят с этими пушками, которые, ну, наверное, в матчмейкинге в последнее время особо никто сильно не использует. Хотя они все равно являются метовыми и можно их круто использовать и реализовывать. Также вы не забывайте о том, что у Твинса есть еще дополнительный сплэш-урон. Если два противника стоят рядом, вы можете спокойно сплэшом еще накидывать хорошие тычки. Да, либо даже вот по трем противникам. Сейчас у нас был дополнительный нанос урона. Это суперэффективно, тоже суперкруто работает. Так, на побои у нас 4 минуты до конца. Мы проигрываем. Противник контролирует пока что 3 точки. Будем стараться. Сейчас эту ситуацию исправлять. Что у нас по иммунитетам? Не поменялось что-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот так вот, если противничек всегда будет стоять, это будет супер-шикарно. Так, прожимаем овердрайв. Надеюсь, что я до аптечки доживу. Надеюсь, что меня сейчас Хантер не забьет своим овердрайвом. Ах, еще и Скорпион свелся. Плохо. Немножечко плохо. но у нас будет еще как минимум один овердрайв под конец боя будем стараться так что выигрывать эту каточку плюс нам было бы неплохо как раз таки контролировать центральную точку потому что я считаю что с этой стороны ее удобно контролировать ее можно контролировать по эмме не все так же 2 просто еще единственное что чувствуется это когда противник прожимает аптеку и бывает совпадает так что аптека как раз таки прожимается в тот тайминг когда вы наносите критический урон соответственно вы не наносите этот статус эффект по оппоненту и в моменте кажется как будто у противника есть еще дополнительный иммунитет от эмме но на самом деле он просто прожал тайминг аптечку и за счет этого вы ему статус эффекте не нанесли но так конечно все шикарно наша команда уже хорошо себя показывает уже забирают даже базовую еще одну точку играем по трупам чтобы меня викинг с овердрайвом не набрил отличный шар от тиммейта боже какой же жесткий не зря у нее никнейм босс просто босс 3 семерки 3 девятки на вал контента от него хорошо хорошо то что нам и надо за две минуты до конца законтролить все точки противника сыграть максимально агрессивно максимально жестко плюс викинг добавляет еще один овердрайв босс на контролинге удерживает как можно дольше позиции отлично дэшечку на подконтролинг также забираем но недолго музыка играла и все-таки они начинают тоже отжимать но есть еще добавка овердрайва от скорпиона хорошо цешечка в половишке две минуты до конца в принципе как только у меня появится ввердрайв я тоже могу его вжать чтобы попробовать придержать отличный отрыв у нас по точкам тоже уже появился за счет того что мы захватили пять точек но и вот это тоже очень хорошая позиция через лево можно здесь эффективно стоять накидывать урончик hunter пытается забирать точку на центре так у меня есть увердрайв стоит ли его сейчас прожать без аптечки наверное давайте не будем этого делать пока что сыграем чуть еще агрессивнее вот этому много у человека есть иммунитет теме так может быть если мне не салюту я еще чуть поживу да вообще можно было по идее наверно раздаваться минута до конца сейчас мы точно поедем уже раздавать свой овердрайв и стараться до контролить точки по сути наверное все у нас должно в этом плане получаться если мне сейчас моменте не залетит большое количество урона раздаемся на контролинг точку делаем сразу выпушиваем право разу играем в агрессию забираем позицион очку и пробуем забрать еще вот эту точку надеюсь что заберем отлично дешечка викинг пока что выжимает овердрайв на центре меня тоже там прожимается еще какой-то дополнительный овердрайв 30 секунд до конца мы ведем в плюс 13 и даже по сути если мы сейчас будем контролировать две точки может даже одну точку мы все равно эту катку уже должно выигрывать потому что времени крайне мало остается противник мог что-то сделать ну шикарно шикарно просто twin semi пока что показал себя еще жестче но в принципе как это и должно было быть вин сами просто сказочка просто кайфово кайфовочка принципе по килам наверно не сильная разница до половишки но вы сами можете посмотреть сколько было там за половину сколько было очков но вот полторы тысячи очков я за одну матчмейкинговую катку набиваю на паладин от конца считаю что это супер шикарный результат для такого боя прям очень очень круто так ну и у нас осталось на обзор еще одно устройство этот винт с заморозкой который теперь наносит заморозку на целых 10 секунд мы сейчас целый бой играть не будем я просто хочу показать то как это работает но и постараюсь еще дополнительно увести флажочек чтобы уже сильно не затягивать этот видос не играть полный бой я просто покажу как работает и насколько это эффективно это же устройство но и дальше уже выставлю свои приоритеты по этим устройствам о шикарная карта ну просто идеалочка на закидывает как раз на маленькую карту где можно будет видеть полную реализацию вот заморозки как раз таки сейчас иммунитетов и защит самое маленькое количество в матчмейкинге встречается поэтому ее эффективность наверное в моменте может быть даже самая большая но и единственное чем могут контрить противники без иммунитетов и защит от заморозки это как раз таки только аптечками сразу с одного лишь крита противник на протяжении 10 секунд имеет на своей головой вот этот вот статус заморозки плюс у него довольно неплохо начинает привариваться корпус плюс башня ну и на протяжении всего этого времени он не наносит урон с д дашки он просто как будто ее не имеет на за счет того что эта заморозка сейчас таким образом работает ну вот видите просто рандомный шарик залетел и там уже викинга твинс еле едет по карте по заморозке в моменте наверное это как два тика первых с шоковой заморозки да то есть вот этот критический один выстрел это как два тика с шоковой заморозки плюс минут где-то около этого должно быть но к сожалению сейчас не было противника у них на базе как бы я бы мог неплохо показать как можно заморозить оставить противника и просто уехать но мы шикарно еще и быструю доставочку здесь оформляем целом заморозка она не дает преимущество по как можно быстрее уничтожению противника да то есть вы демоджа персеком то есть дамагов в секунду не наносите больше то у вас по сути не меняется скорость уничтожения противника но зато меняется возможность отрезать противника замедлить его уничтожение пола и ну просто деморализует противника сказал бы наверно так потому что заморозка это ну такая очень бесячая вещь особенно если вы например наносите критический урон да вот сейчас постараюсь нанести как-то крит не вылетает вот так заморозочку нанесли и пусть он там как говорится страдает все под заморозкой 10 секунд пока он там раздуплится пока он там проедет да то есть он уже где-то на негатив выйдет да пока он там будет двигаться супер медленно то есть это вот с точки зрения троллинга просто идеальное устройство вы просто деморализуете противничка и заставляете его грустить страдать бомбить и вот все в этом духе делать так лавашки часа сулени прилетела так раздаюсь конечно но и паладин в очередной раз возможность еще одного дополнительного статус эффекта хотел я конечно эту игру полностью не играть то я вижу что уже счет у нас 30 и мне конечно хочется ее доиграть до конца тогда у нас получится супер долгий видос нет давайте наверное давайте просто попробуем еще одну доставочку сделать в принципе как работает венцу вы уже и так понимаете как это все можно эффективно использовать поэтому давайте мы просто еще одну доставочку сделаем грязненькую и уже хотел еще под возвратик сыграть но наш тиммейт по сути мог уже и сам это дело реализовать и вот так вот спокойненько доставочки оформляете целом что я могу сказать очень крутое обновление для твинса я безумно рад что такие обновления у нас появляются в игре не то что есть возможность начать реализовывать старые устройства которые ну наверное на сегодняшний день не актуальны были и не пользовались спросом по моему рейтингу четырех вот этих вот устройств дан на сегодняшний день я понятное дело что первое место дам магнетрону на второе место я сейчас бы очень сильно задумался о том взять твинса с подавлением либо взять твинса с поджогом потому что я зависит от того на чем играет противник если у противника брут и гиперионы и дроны которые я не буду отключать либо иммунитет и от подавления то я бы сто процентов взял бы твинса с поджогом и пробовал реализовывать его это устройство но это больше троллинг да то есть эта возможность взять его если например вы играете пачкой и вы хотите взять прям максимальный пул разных устройств чтобы дать все возможные статус-эффекты противнику да то вот так тогда такой статус-эффект очень эффективно может работать да как заморозка ну а так ими сто процентов лучше дальше на второе место я бы поставил два устройства в зависимости от того какой использовать да это поджог либо как раз таки подавление нападала суперкрутая если как раз таки есть разные всякие дроны и нету иммунитетов поджог но вы видите сами возможность дополнительного наноса урона но и заморозка стала жить совсем другими красками хотя я раньше всегда говорил что все устройства с заморозкой это полная фигня да сейчас я этого сказать не могу потому что 10 секунд заморозки это супер много и это очень круто точки зрения троллинга и правильной грамотной реализации вот примерно такой топчик по устройствам надеюсь что подробно рассказал по всему этому поводу вы поддерживаете данный видос лайком если он вам конечно же понравился ну и не забывайте также подписываться на канал если вы еще вдруг на него не подписаны ну и не забывайте про тег создателя контента который находится в настройках игры в аккаунтике мой личный так это тактим п устанавливать его поддерживать меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 20 тысяч тонкоинов уже буквально через пять дней итоги этого замечательного розыгрыша поэтому успевайте участвуйте фиксируйте прибыль и возможно кэшбэка эти неплохие дополнительные кристаллы плюс тонкоина на свой аккаунтик у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока